всем привет! буквально 15 минут назад опубликовал видео, где я разбирал лампу от nano-света и в конце я проверял вот эти светодиоды и высказал предположение, что наверное все светодиоды сгорели но конечно же я слукавил, я отлично знаю как проверять эти светодиоды и почему прибор нам ничего не показывал конечно же не хватает тока у этого прибора, то есть просто так вот эти светодиоды мультиметром не проверить почему? потому что у нас тут не один светодиод, на самом деле это матрица, а тут внутри два светодиода, а может быть даже и три но судя по всему если приглядеться очень внимательно, а вот отлично даже видно, вот мы видим два кристаллика то есть здесь у нас два светодиода последовательно подключенных поэтому приборчик у нас не может их засветить и один из зрителей буквально сразу же написал правильный ответ но почему-то он потом удалил этот слой комментарий не знаю почему, ведь он написал совершенно верно так вот как же проверить эти светодиоды? ну в принципе нам в этом поможет любой блок питания но на 12 вольт я думаю у каждого в квартире должен быть такой блок питания ну либо блок питания от ноутбука даже, 19 вольт тоже подойдет в общем берем блок питания, это от зарядки на 12 вольт, я думаю действительно есть у всех и нам понадобится резисторы, ну вот скажем два резистора по 5 килоом можно взять один резистор на 4,7 килоома тоже подойдет ну я буду брать два гостящих резистора, потому что я не хочу чтобы светодиод зажигался очень ярко и светил мне глаза у меня есть вот такой переходник, который я когда-то покупал на алиэкспрессе вот два резистора я уже здесь прикрутил теперь включаем этот блок питания в розетку включаем сюда, дальше мне понадобятся два крокодильчика ну и провода от мультиметра крокодильчики у меня немножко адаптированы чтобы можно было подключать провода, просто очень удобно и смотрим, здесь у нас минус, тут все подписано у нас здесь у нас плюс, стараемся чтобы у нас эти провода не коротнули между собой кстати еще почему хорошо брать вот именно такие большие сопротивления на 5 килоом можно больше взять 6 килоом даже если мы случайно закоротим, у нас блок питания не сгорит и вот теперь мы можем проверять наши светодиоды эти вот у нас загорелся, 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 загорелся и вот таким образом мы можем проверить их все вот, ну все эти светодиоды я проверил, работают абсолютно все, кроме вот этого одного но здесь я не уверен, он сгорел, либо же он повредился, когда я отверткой вытаскивал вот эту штучку видите, тут вмятина от отвертки, поэтому и как раз она идет под этот светодиод он мог повредиться при разборке, ну а мог и сгореть все равно эту лампочку восстанавливать я не собирался но светодиоды, возможно, где-нибудь пригодятся итак, вот таким нехитрым способом мы можем проверить светодиоды у светодиодной лампочки главное соблюдать полярность если мы случайно перепутаем, то же у нас ничего не произойдет светодиод у нас не сгорит видите, вот я меняю полярность, он не светится при правильной полярности он светится ну и в принципе на этом все ссылочку на вот такую классную штучку я оставлю в описании под видео много раз меня выручало ну и на крокодильчике тоже и на этом я с вами прощаюсь, всем пока, до новых встреч это видео я снимаю в субботу, но опубликую его завтра, в воскресенье да, вот так я хочу всем пока спасибо 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 спасибо